Как ему понравилось! Впечатлений таких огромных не получили, как ты ожидали. Дорогую, красавица, я седина в своей влажке. Счастливый я тоже! Доброе утро, мои дорогие друзья! Сегодня такое замечательное воскресенье, такая погодка хорошенькая. А я в 10 часов проснула и решила приготовить мужу бюрек. Вот у меня вчера вечером я приготовила пюре, уже здесь лук жареный, все. Сейчас добавлю, смотрите, вот столько, столько добавлю сыра, три вида здесь. Вот, помешаю. И вот тесто у меня уже здесь, сейчас его приготовлю. Пускай постоит, помажу яйцо. Пускай постоит, а это пойду сама будем делать. Вот такое замечательное утро сегодня. Сегодня у нас будет рыбка. Так, еще что будет у нас? Покажу вам погодку. Видите, какая погодка! Я в пижамке стою. Нормально так все чувствую. Так что вот, мои дорогие, желаю вам прекрасного дня. Я пошла работать. Как много начинки получилось. Я, знаете, бумагу я вчера жарила ему хачапури, поэтому посмотрела, что нету и не выбросила. Думаю, вместе выйдем мы с ним в юсбир и купим потом. Она, в принципе, чистая один раз. Поэтому она такая, ой, на вид некрасивая. Вы знаете, у меня такие улучшения есть. После того, как я стала соблюдать кето, бросила курить, баловаться, я стала спать хорошо. Я ложусь и 5-6 часов я не просыпаюсь. Я высыпаюсь, друзья. Я раньше каждый час-два вставала. Это какой-то трэш был. Все, готовлю дальше. Всем привет, мои дорогие. Вот такая рыбочка у меня вкусная сегодня. Я приготовила себе, надо мыть этот, сейчас ашкэм. Ашкэм у моего приготовила вот такой барек. Поела его вкусно. Вот такой цветочек у нас вкусный. Вот такой вот ашкэмчик у нас вкусный. Мой любимый ашкэмчик. Ашкэм, 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 ашкэм. Действительно, очень хороший человек. Чок и инсан. А-а-а, хэппи и мишля. Они тоже все покушали, наши птичечки. Ой, целовались вчера. Ой, этот хулиганки такие. Ашкэм, сэнэдэно. Суламадын. Видите, как оно растет, не знаю. А тут у меня, знаете, что? Брокколи. Вот как из брокколи делать что-то, скажите? Ага, не получается ничего. Как говорят, отру это делать. Ничего не получается. Жарю ужин, музу. Сейчас салатик нарежу ему, чорба, суп, мерджимик. И все, и будет кушать мой ашкэм. Приятного аппетита ему. Хотела бы с вами чуть-чуть поболтать, пока тут жарю. Сейчас приготовлю все ему на салатик. Вот, чайок выпила. Сейчас салатик. Что мне из салатиков? Такая вкусная вышла у меня капуста. Капуста, да. Очень вкусная. Жаль, что мой муж не хочет. И авокадо такое вкусное. Сегодня все вкусное вышло. Вот видите, у нас надо помыть мой холодильник. Вот сейчас я нарежу ему смарол. Очень вкусный салат получается. Вот чуть-чуть я морковочку использую. Для ашкэмчика помидорчик. Использую огурчик. Вот зелень. Вы видите, у нас зелень. Вот точно на неделю хватает. Вот рока там есть. И готовлю такой вкусный салат. А я себе накрасила вот такие бровки. Такая я чернобровая девчина. Девчонка. Чернобровая девчонка. Так, мои дорогие. Ой, надо выключить меня. Выключить. Эта рыбка мне не так, чтобы понравилась, да? Вот и воскресенье. Хотели погулять, а погода вон какая пошла. Не такая уж хорошая. Да я думала дома. Вот я опять почистила ногти. Видите, как обрезаю до конца. И хочу потом накрасить цветным лаком. Вот такое вот у меня сейчас желание. Минимализм. Все делать по минимуму. Ну, не считая того, что иногда хочется глаза так ярко накрасить. Будем готовить с вами салат для Ашкыба. Он там футбол смотрит. Птички летают. Вы меня не видите. Но зато, я думаю, слышите. Выключу я сейчас свою вытяжку. Потом мне надо идти работать. Сейчас я ему сделаю такой вкусненький, привкусненький салатик. И вот мы хотели пойти погулять, но погода изменилась. И мы никуда не пошли. О чем бы я хотела с вами поговорить. Насчет моего питания, да? Да, там подписчики. Не видите лицо, на какая разница. Видите, да что я режу. Там у меня подписчики спросили меня. Светлана, как вы там бросили курить там и все тому подобное. Вы знаете, ну просто взяла и бросила. Я баловалась, потому что мой муж не балуется. У нас каждый день с ним скандалы. Я его все гоняю на балкон. И это у меня сколько раз было? Три раза у меня было. Бросала, годами не курила, он опять. Потом обратно. Тяжело жить с мужчиной, который пухтит, как паровоз. И вот вы сами на протяжении нескольких лет, вы мне все время говорили, как вы позволяете ему курить? Вот как позволяю? Прямо сейчас у нас война, военные действия происходят. Военные действия. Почему-то, потому что мой муж не понимает, что... Или забывает, или не понимает. Я, говорит, новости смотрю. Да тут балкон, иди покури. И вообще я с ним очень серьезно поговорила. Я спросила, ты хочешь бросить курить? Давай, говорит, тогда вместе работайте. Он пил табер с лекарства, перешел с двух пачек на одну. Сейчас вернусь обратно к этому. Так что никаких изменений у него не произошло, я считаю. А я взяла, я ждала долго-долго-долго, потом решила, надо начинать с самой себя. Начинать надо с собой себя, а потом и весь мир. Ну посмотрим, как изменится весь мир, но я уже делаю такую себе очистку, потому что я подумала, если я на кето-голодании, а курение это как прием пищи, как перекус, потому что мозг принимает его как перекус. И в этот момент поднимается и инсулин. Так какой толк от того, что я курю? Где же омоложение? И я решила, и все. Мне было абсолютно нетрудно. Абсолютно нетрудно, потому что я человек силы, большой силы воли. Кто со мной долго на моем канале, тот знает, если я чего-то захочу, я иду к своей цели. Поэтому я говорю, друзья мои, развивайте силы воли. Я давно это хотела, но когда врач зубной сказал, после удаления зуба нельзя 24 часа курить, хотя, наверное, он просто пошутил, я это приняла за чистую монету и бросила курить. Но у нас военные события происходят с мужем сейчас. Не знаю, чем это закончится, дай бог, чтобы все было хорошо. Ну, я его села с ним, поговорила. Я говорю, ты представляешь, какая будет у нас экономия? И так мы то, что перестали ходить по ресторанам, у нас много чего появилось, вещей в доме, да? Как-то раньше мы все могли раз, без шабаши на войте. Сейчас я так это не хочу делать. У меня другие цели, друзья. Я совсем поменялась в голове. У меня цели такие, быть здоровой и очень много чего хорошего, очень хорошего, интересного вы скоро увидите. Будете следить за моими целями, как они у меня исполняются, мои желания, цели, мои дорогие зрители. И для этого я должна быть здоровой, потому что меня ждет очень интересная жизнь. У меня такие планы огромные. Планы огромнейшие! Огромнейшие планы с моим мужем, с моими зрителями. Буду показывать вам очень интересную жизнь. Осталось совсем немножко. А для этого я должна быть здоровой. Все, я уже сделала салат, нарезала, сейчас помешаю. И буду кормить Ашки и Мас. Надеюсь, ответила на ваш вопрос. И вообще, я захотела иметь красивые зубы белые, да, иметь хорошую кожу. Все-таки, ну, я не знаю, будет, может, я когда-то вернусь к сигаретам. Это не то, что сейчас. Вот в данный момент я захотела так. И мне несложно начать и бросить, начать и бросить. Но в данный момент я сделала это. Вот такой рисунок я нарисовала. А это доктор Берг. Рассказывает, почему трещины на руках появляются. Ой! Лучше не смотреть. Дружеские микробы, дружеские грибки. Почему кожа сухая становится? На пятках наибольшее образование грибков. Вот видите, как показывают микробы. Я вот сижу, рисую нейрографику. Нарисовала уже. Сегодня я на голодании. 48 часов завтра будет. И слушаю информацию. Поточила карандаши. Есть микробы, которые и вред, и нужны нашему организму. Сейчас научат рецепт. И я с вами поделюсь. И говорит о том, что мы едим. Очень много показывается на коже. Интервальное голодание. Это кето-диета и интервальное голодание. Это надо убрать. И они ускоряют старение кожи. Столько я масла съела растительного. Забудьте про кремы, содержащие нефтепродукты. Яичный желток. В нем свежие растворимые витамины. Очень полезное. Море ретинола, море А. Витамин А. К. Омега-3. Вот почему полезные яйца. Лицетин. Интересный рецептик, друзья. Сейчас посмотрим. Это холестерин расщепляется. Халил. Очень полезный яичный желток. Один желток. Одну чайную ложку меда. Мед Мануга. Что это за мед Мануга? Можно и простой взять. Он рассказывает о полезностях меда. Два раза в неделю делать эти компрессы. Вы так питаете сахаром своих микробов, которые находятся полезные микробы на нашей коже. И 20 граммов оливковое масло. Мед, яичный желток и масло. Надо записать быстренько. Нанести на 20 минут. Через 20 минут ополоснуть руки. Перед сном лучше делать. Два раза в неделю. Подписывайтесь на наш канал. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...